Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, меня зовут Анна, я по жизни неудачница. Что бы я ни делал, у меня получается из рук вон плохо, на работе постоянно косячу, и казалось бы, вроде все делаю, как говорят наставники, нет-нет, да и найдут ошибку. Я сама порой удивляюсь их появлению. Коллеги говорят мне, чтобы я перестроил себя и что должна быть ответственна. Я ответственно подхожу к делу, но все равно косячу, мне кажется, что мой уровень это уборщица, да и то я там на косячу, я так устал от этого, моя жизнь это работа дома, но больше у меня тупо нет сил, нет возможности, у меня нет парни, мне кажется, я не потяну отношения, какая тут любовь и семья, тут бы выжить. Что за мной не так, почему я не могу быть такой, как все и перестать косячить? Ну, косячат все люди, тут вы, конечно, на мой скромный взгляд, к себе проявляете слишком высокие требования, косячат все люди. Другой вопрос, как вы относитесь к своим ошибкам, то есть вы их выделяете? И другой вопрос, что ошибки для вас в целом значат? То есть ошибки могут означать, вообще-то, естественное развитие для человека без ошибок, ну, ничему нельзя научиться. С одной стороны, ошибки необходимы, чтобы чему-то научиться. С другой стороны, если человек совершает ошибки в рамках деятельности, которая ему интересна, то ошибка здесь воспринимается как рост, адекватный рост. Если ошибки совершаются в контексте деятельности, которая направлена на, допустим, то, чтобы ошибок не совершать, то ошибки воспринимаются здесь, конечно же, как неудачи. И в этом смысле ситуация становится драматичной. Вот. Мне кажется, что ваш вариант как раз второй, а не первый. Мне кажется, что для вас как раз-таки ошибка – это драма, потому что вы свою деятельность видите именно как достижение. достижение такого состояния, где бы вы ошибок не совершали. То есть, иными словами, вам не так интересна сама деятельность, сколько важно именно не совершить ошибок. И в этом случае, ну, все становится сразу более чем очевидно, на мой взгляд. В смысле того, что вы подходите к деятельности, к своей деятельности, именно как к возможности не совершать ошибок. А поскольку возможности не совершать ошибок нет, в силу того, что все ошибки совершают, то вы обречены в этом смысле на постоянные неудачи. И вот получается такой замкнутый круг. Обратите внимание, вам важно сделать все идеально. Вы хотите достичь такого состояния, где бы вы не совершали ошибок. Ну, правда заключается в том, что такого состояния вы не достигнете, потому что ошибки совершаются все. Просто к ошибкам по-разному относятся, а вы к своим ошибкам относитесь вот так, как вы к ним относитесь – негативно. Вам кажется, что именно ошибки как бы лежат в основе, ну, препятствия, скажем так, к достижению вами успеха. На мой же взгляд, препятствием для достижения вами успеха находится в том, что вы пытаетесь следовать наставлениям других людей. При этом, игнорируя себя, игнорируя свой собственный выбор, игнорируя свою инициативу, вы пытаетесь все сделать, что называется, правильно. Ну, вот, сделать все правильно, знаете, как сказать, невозможно. Нельзя сделать все правильно. Все идеально, да? Вы пытаетесь заслужить похвалу через безошибочную деятельность. Иными словами, вы делаете все, что вы делаете, вероятно, вы делаете для других людей, не для себя, не потому что вам это интересно. Возможно, именно потому, что в вашем опыте всегда было так, что обращали внимание только на успех и на ошибки. Когда в главу угла ставятся успех и ошибки, абсолютно игнорируется самодеятельность, абсолютно игнорируется сам процесс. А вот на процесс вы как раз таки не особо нацелены, потому что если бы вы были нацелены на процесс, как мне кажется, если бы вы были нацелены на процесс, то тогда бы у вас не было бы такого состояния, что у вас только работа, дом, и что вы не потянете отношения. Ну, хотя бы потому, что отношения не надо тянуть. В прямом смысле этого слова. Отношения не надо тянуть, их не нужно тянуть. А их скорее в них, точнее в них. В отношениях скорее важно находиться. В отношениях важно быть, а не тянуть их. А вы их вот пытаетесь тянуть. И естественно, что пытаясь тянуть отношения у вас, ну вот в этом смысле, мало чего получается. Я бы сказал, что это, ну, нормально, потому что вы в этом смысле постоянно находитесь в напряжении. По большому счёту. То есть вы не являетесь собой. Когда человеку где угодно важнее то, совершил ли он ошибку или нет, он не обращает внимания, у него просто не остаётся энергии и сил на то, чтобы обратить внимание на то, что я вообще делаю. Зачем я вообще это делаю? Для чего я вообще это делаю? Да? Да? Вот. Ну, просто вот в этом смысле вообще не остаётся, не остаётся для этого каких-либо сил. Вся энергия уходит просто вот на то, чтобы не совершить ошибки. И, конечно, для вас, ну вот, вариант только выживать. Потому что только выживая, вы вот приближаетесь к минимуму, который можете вот в этом смысле, ну, обеспечить себе. Именно минимум. И то, вы говорите, что даже если бы я была уборщицей, то я бы всё равно совершал ошибку. То есть тут вы, по сути, тут вы сталкиваетесь с тем, что чем бы вы не занимались, что бы вы не делали, вы всё равно будете ошибаться. Вот. Да? Тут главное не ошибка, тут главное именно то, чем вы хотите заниматься. Тут главное то, что вам нравится. А на это, на это у вас вообще не остаётся сил никаких. Понимаете? И отсюда проблема? Ваша. Дальше. У вас, наверное, есть постоянное чувство вины и стыда. Ну, постоянное чувство вины и постоянное же чувство стыда. Вот. Я думаю, что здесь ситуация заключается в том, что, с одной стороны, вы себя обесцениваете. То есть, на автомате повторяете какие-то, ну, мысли других людей относительно себя. Да? С одной стороны. С другой стороны, вы подавляете в себе агрессию, то есть, ну, подавляете в себе много агрессии, злости. За ней находится боль. За злостью и агрессией, конечно же, находится боль. Её вы вытесняете, потому что, ну, запрещено, запрещено вам, ну, как бы, высказывать, такие чувства, такие чувства. Вот. И, собственно, из этого рождается ваш такой вот постоянный... Из этого рождается ваш ап. Ваш личный, персональный ап. В котором вы находитесь сейчас, ну, вот сейчас, на данный момент. Вам много... Сочувствия. Вам действительно много... Сочувствия. Вот. Вот. Но я думаю, что за такой большой временной промежуток вы говорите, что живёте так всю жизнь. Сколько вам лет, конечно, я не знаю, вы не пишете. Но я думаю, что за такой большой промежуток времени вы, конечно, привыкли. Хоть и через боль, через борьбу, через неудачи, через преоболевание, но вы привыкли к этому. К такой вот модели вы привыкли к поведенческой. Для... Ну, для себя вы привыкли к такой поведенческой модели. И научились из этого извлекать выгоду. То есть, я от модели своего поведения сейчас получаю какую-то выгоду. Это то, что в психологии называется вторичная выгода. То, ради чего человек остаётся в таком положении и ничего не меняет. Вот. Объясняю себе это на самом деле ну, совершенно по-разному. Совершенно по-разному. Да? То есть... Кто-то может сказать... Что... Но больше я не способен. Кто-то может сказать, что... Я... Там... Грубо говоря... Больше не могу ничего... И так далее. Но... По большому счёту речь здесь идёт... Исключительно о... С одной стороны... Страхе. Вот. То есть, с одной стороны... Это страх. Это на самом деле страх. Попробовать что-то другое. Вдруг я... Вдруг я... Ну, на косячь. С другой стороны... Это ведь и личная ответственность в какой-то степени. Потому что если вы сами... Сами... Ну... Возьмёте, да, и... Вот... Что-то... Ну... Что-то... Сделаете... Вот... Вот... То это уже будет ваша ответственность. Сейчас... 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 Вся... Как бы... Штука заключается в том, что у вас есть, ну, наставники, которые вас... Эээ... Которые вас... Эээ... Скажем так... Эээ... Вроде как... Помогают. Вроде как... Помогают. Вот... С одной стороны, они... Вам помогают. С другой стороны, они вам... Эээ... В этом смысле... Вообще... Не дают коснуться... Себя. То есть... Они вам... Не дают... Эээ... Ну... Что-то сделать самой... Эээ... Вот... Возможно... Свощить... Ошибку тоже... Вот... Но получить опыт... Свой собственный опыт... Это... Они вам делать не дают. И вы не привыкли к этому. Как мне кажется вообще. Это... Вот... Вы этого... Вообще... Как бы... Ну... Всеми силами... Стараетесь избежать. Всеми силами стараетесь... Вы этого... Избегать. На... На... На мой взгляд... Эта позиция ведет вас в никуда. Собственно, она уже... Привела вас. Эта позиция в никуда. Она уже привела вас. Как бы вот... Как бы вот... К... К... Ну... Эээ... 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 К психологам, да? Она уже привела... По сути. по сути. И... И... Как мне... Эээ... Ээ... Эээ... Как мне... Кажется... Что... Дальше будет в этом смысле, ну, больше. То есть, мне кажется, что дальше вам будет еще сложнее, еще тяжелее, если вы не решите вот что-то менять. Конкретно, ну, конкретно в себе, да, конкретно в своем подходе к своей, так скажем, жизни и так далее. Естественно, вам нужна поддержка. Само собой, что вам нужна поддержка. Потому что без поддержки тяжело. Ну, вот, честно. Без поддержки вам будет тяжело и трудно. Поэтому поддержка вам нужна, и лучшей поддержкой здесь выступает психолог. Вот. Конечно же. Давайте посмотрим. Вы спрашиваете, что со мной не так. Да? То есть, предполагая, что психологи знают, что с вами не так, сейчас вам расскажем. Вот. Если взять даже ваш вариант, то есть, если взять вариант, чтобы, ну, чтобы мы знаем, что с вами не так. Если взять вариант, при котором мы можем знать, что с вами не так, нам все равно в этом случае, даже в этом случае нам все равно нужно от вас больше информации. Про вас. У нас эта информация есть? Нет. У нас этой информации нет. Вы нам эту информацию не предоставили. Понимаете? Какая штука. Какая штука. И это вот к вопросу о том, да, ну, как бы, вот, что вы хотите, ну, что вы хотите помощи. К вопросу о том, какой вы хотите помощи, как вы ее, как вы ее видите, помощь вам здесь. И так далее. Вот. Понимаете, да? Какой здесь аспект. Ну, вырисовывается. Так, скажем. Поэтому я бы, конечно, начал бы с выработки форм работы, да? Как я вообще вижу психотерапию, да, и, ну, вот, если я ее вижу и так далее. Потому что ваш вопрос, это запрос на психотерапию. Ну, открою вам небольшой секрет. Что нет ничего. Что с вами было бы не так. С вами все так. С вами все хорошо. Просто это вопрос исключительно отношения к себе. Вот такое у вас к себе отношение. Достаточно, ну, я бы сказал, строго. Достаточно, я бы сказал, э, такое вот. Знаете как, как будто бы немного, ну, соперничаешься, соперничаешься. То есть, как будто бы вы вот, ну, чуть ли не, чуть ли не постоянно, да, сами с собой, сами с собой, соперничаешься, сами с собой, сражаетесь и боретесь. В этом смысле, конечно, вам будет очень-очень тяжело. И, в этом смысле, вы видите для, э, ну, для себя, в этом смысле, вы видите, ну, вариант, по большому-то счету один только. Сейчас я пойму, что со мной не так. Все исправлю сразу. И все у меня будет хорошо. Ну, правда в том, что такого простого решения, ответа нет. Нет. Потому что человек уникален. И вы уникален. И ваша история уникальна. И ее нужно учитывать, если мы хотим вам, ну, как-то вот, допустим, помочь. Я бы рекомендовал вам начать интересоваться своей жизнью. Вообще. То есть просто, а какая я? Ну, вот, э, там, вы говорите, что вы, э, что вы неудачница и прочее, прочее, прочее. Хорошо. А какая вы, какая вы еще? Да, ну, вот, вот просто, вот какая, какая, какая вы еще? То, что кромит. Ну, понимаете, вот, э, э, вряд ли же, э, вряд ли же вас, да, определяет только то, что вы, э, ну, неудачи. Но это было бы неправда. Это было бы... Совершенно неправда. Вряд ли вас это только это определяет. Я думаю, что... Вы... И сами... Знаете... Это... Это... Что... Вас определяют не только... То, что вы неудачи. Но, конечно... Вы себе в этом не признаетесь. Вот. Еще, э, хочется добав... Хочется добавить, э, шпион... То... Крайне важным моментом является... Ваше... Такое, знаете, э, следование... Как бы... Оценка... Других людей. Вот. Не чувству... Не чувству... Не своему чувству, да. И... Взять ее ответственности за это. А именно оценкам. И прогнозированию. Что если я сделаю так, я буду хороший. Но, если вы сделаете так, вы будете хорошим только для кого-то. А... Для кого-то не будете... Хорош... Так устроена жизнь. Понимаете? Какой... Какой здесь момент. И так сильно. Поэтому... Э, э,... Заранее... Бесперспективные задачи лучше конечно... Вбросит. С помощью специалистов. и начать двигаться в том, что вполне достижимо. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь. Вам помощь пригодится. Продолжение следует.